художники есть художники они все время заняты только своей работой все остальное их совершенно не касается вижу что он просто молчит он такой молчаливый человек что он может молчать и день и два пока к нему не вглезешь душу я знаю много художников стали заниматься творчеством из-за деньги надо теперь это заказ и заказ так за сушь никого творчества у нас так он встает только сделал все свои процедуры позавтракал все моментально одеваться и уходит и не дай бог его остановить чего-нибудь нет 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 и все такое я ему часто даже говорю ну и не у тебя не проходная тебя там не задержит проходной что ты опоздал на учет такое надо было просто туда обязательно сходить мастерскую повидаться со своими картинами все как-то происходит объяснить по парку идешь потом здесь александр садовки сад же рядом так наблюдаешь смотришь цвет запоминаешь приходишь и начинаешь по свежим впечатлениям например там есть из меня вятские соборы то вот по существу значит вот весь колорит по существу световое решение так по существу я вот из-за из наблюдений деревья в ине просто мне хотелось показать как бы это могло быть красиво так если бы этот собор все-таки дожил до наших дней когда экспонировалась она в москве а что вятки уже собор тоже восстановили я говорю да нет пока так пока мечта Вот есть такая поговорка, если художник боится испортить свою вещь, ему смерть. Никогда не надо бояться. Вот он не боится. Иногда вот он послушает зрителей и видит свою картину иначе. То есть я говорю, ну тут все найдено, нет, я знаю, как ее улучшить. И вот поминание, да, у меня же вот это, второй вариант по существу, на этом же холсте. Первый вариант у меня и назывался односельчане, сам участником был установки памятника на родине моего отца. Вот. И когда я увидел на этой стеле, там все кашель, 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 погибшие-то, да, у меня так сразу возник, это, верещагинская, куча черепов, так, одинаково. То же самое почти, да. Думаю, это же картину, может, погибшие и живые односельчане. Такая идея была. И так она была на персональной выставке, к 60 лет. А потом уже после выставки у меня идея-то изменилась, так. И в конце концов я все начал подчищать там, да, фигуры убирать, счищать. И в конце концов у меня остались одни вдовы. И название изменилось, поминание, понимаете. Субтитры создавал DimaTorzok В Слободском мы жили еще, то есть я еще до школы, там с нами в одном доме жил стволер. Он же художник-любитель, так. Так я у него просиживал. Ребята, у него сыновья-то вот совершенно не интересовались. А меня-то что-то почему-то тянуло так посмотреть, как вот делать. А потом приходил домой, просил у родителей, краски надо. С этого вот как-то началось. Однажды, не знаю в каком классе, то ли в третьем, то ли где-то так, в начальной школе это еще. Рисование было тогда, да. Вот. Ну и учителя по рисованию специально не было, а учительница ставила там. Например, я знаю, ставила коробку зубного порошка и рисуете. Я знаю, вот я помню, что круглая коробка, да, вот, а так круг раз, сделаешь круг, да, а потом пока-то уже некуда получаться, кракатица какая-то, понимаете, никак. Стираешь все до слез, никак не мог понять. Рядом со мной сидел, значит, мальчик, который, да, я думаю, посмотрите, он-то как делает, да, посмотрел так, он как-то совсем, я тоже так раз, и смотрю, у меня получилось это, да, ну, и мне показалось, что сейчас я могу уже все. Стираешься Когда смотришь даже на последние вещи, возраст человека, которых написал, невозможно определить. Недавно была выставка, в выставочном зале копий. У Кашина было больше всех копий. И меня всегда удивляло. Прихожу в мастерскую, опять новая работа, копия с Веласкеса или Сурикова. Я думаю, как человек, которому уже восьмой десяток, не устает делать копии подобно, ну, ученику. Вот только шкаляр сидит и учится ремеслу. Он всегда в поиске находится. И всегда считает себя учеником этих великих мастеров. Мне хотелось давно скопировать, значит, это вермира. Но тоже я в оригинале не видел. Вот. А репродукции все разные, какую не возьмешь там. А двух, одинокруг, нет даже все. И они в цвете разные, в тоне. Как в самом деле правильно. И когда вот в 2000 году его на декабрьские вечера в музей Пушкина привезли, и вдруг я по телевизору услышал, да, я сразу же засобирался в Москву. Но то, что я увидел, конечно, с репродукциями-то никак не сравнить не я, потому что она такая, конечно, сияющая все. Приехал, и сразу снова писал, сразу на холст. КОНЕЦ У художников просто не хватает плотности цвета. Вот есть вот такое понятие, да, это трудно объяснить это так. Вот не хватает гармонии, видимо, так, потому что в гармонии тогда надо, чтобы все-таки цвет звучал. Он должен какой-то быть насыщенный так. Ну, я говорю, это вот слава мне неопределить, наверное. Это такое-то чувство, так. Бешегоров, он всю жизнь старался этого добиваться. Вот у него это тоже присутствует. Ну, все-таки опытнее всегда был, шел как бы впереди, так. В 61-м году мы совершили поездку до Камы. И вот татары мы открыли, собственно. Сверху, говорим, там писали. Потом уже в Салифси ездили туда. Ну, а память его я просто не мог не написать так. Все уходят. Люди уходят, поколения уходят, да. Живописство остается, как мне так все равно. Дело в том, что этюды все-таки я писал все-таки для себя, так понимаете. Некоторые для изучения сделаны, так другие, например, чтобы запомнить это, так, состояние, там, вот, для будущих, работать и использовать. Это вот с теплохода, с кормы, я писал. Голубая дорога за нами. Это вот горячие ключи. Гораб, петушок. Когда их просматриваешь, иногда они дают толщок. Не обязательно там повторять эти вот, наделать в том, что какую-то идею. Это тоже эскиз, торговка тыквами. Все хотел написать, так я не написал. Вот это в горячем ключе такая. Ей это, а там тыквы все это называют кабак, кабаки. Ей даже местные жители говорят, ну, я сама, я кабак. Вот мне и хотелось, но вот все. А сейчас, может, напишу. Все материалы есть. Тык, у меня ботюрмортов достаточно так, вот, как материал для картины. Субтитры создавал DimaTorzok У каждого художника есть своя тема. Вот у Бенуа это его Версальский парк знаменитый. У Аполлинария Восемцова это Старая Москва. А у Виктора Алексеевича Кашина это его знаменитые подсолнухи. Как у Сезана яблоки, которые ни на кого, ни на что не похожи, так и у Кашина. Всегда узнаются его подсолнухи кашинские. И всегда меня удивляло, почему северный край, художник, выросший в этом северном зимнем краю, и вдруг солнечные подсолнухи рисуют. Но, видимо, вот есть потребность у нас, вятских людей, к солнцу, к теплу, к радости. Мне вот этот вот подсолнух понравился, что он один сначала рос, его посадили. А когда он вырос, он выпустил свои семечки, и получилось столько много подсолнухов. Тут вот все, разноцветная краска, все яркое, и подсолнух уже созрел. Он похож на живое существо. Как будто бы все сделано из искусства. Я желаю вам здоровья, и чтобы ваши картины были на всех выставках. Я думала, что в музее мне будет скучно, но оказалось здорово. Я вам желаю, чтобы вы очень хорошо писали картины и долго и счастливо жили. Я хочу пожелать, чтобы вы оставались подсолнухами. Я пожелаю вам, чтобы у вас все-все картины были очень-очень красивые, и всегда рады ли вы сам. Спасибо вам, Виктор Кашин. Наверное, все-то не сделаешь, хоть сколько проживи там, да? Возраст-то мне эти, вон какой. Но я просто вот пока не знаю, что я дальше. Но я знаю, что я писать и буду так, а что писать так, что я сейчас и думаю как-то. Будем продолжить то, что уже значит, ну, более может быть, как-то совершенствоваться еще так. Или что-то коренным образом изменить. Я уже пока не знаю. КОНЕЦ КОНЕЦ